Дмитрий Вавилин У нас оказались обесточены 44 населенных пунктов. Работы ведутся по восстановлению электроснабжения по резервным линиям. Плановый срок устранения на 23 часа мы все населенные пункты должны запитать. Повреждена линия высокого напряжения 110 кВт, порядка 9 опор в разрушенном состоянии. Поэтому привлечены дополнительные бригады из Пензенской области, из Республики Мордовия. Саратовской области на устранение и восстановление данной линии электропередач. На станции Лаишевка, которая больше всех пострадала от стихии, прошло экстренное совещание с участием главы администрации муниципального образования Ульянский район Сергея Горячева и инициативной группы жителей населенного пункта. Во время урагана были повалены деревья, повреждены крыши в жилых домах. Сильно пострадал жилой фонд в поселке Ишеевка. Там была выведена из строя подстанция, в результате чего была прекращена подача воды. Ударом молнии поврежден газовод. Благодаря МЧС пожар был быстро локализован. Пострадавших нет. Несло несколько крыш, попадали деревья, выбито одно окно пластиковое. Администрации было принято решение, что завтра, с сегодняшнего дня, начинается работа комиссии, в состав которой войдет администрация района, администрация поселения, инициативная группа от граждан, от управляющих компаний и от партии «Единая Россия». Так как депутаты у нас избраны от этого поселения, от партии, так что они тоже примут непосредственное участие. До поздней ночи на станции Лаишевка велись работы по расчистке линий электропередач от повальных деревьев. Основная задача, как можно скорее, обеспечить подачу электричества в жилые дома. В данный момент производится восстановление электроснабжения. Вот сейчас на этом опоре будет работать аварийная бригада электриков. Значит, задача экипажа-спасателя – обеспечить им освещение. Вот развернут осветительный комплекс световой башни, специально предназначен для ведения аварийно-спасательных работ, который, сами видите, дает вот такое поле освещения. И вот сейчас под этим светом здесь начнут работать ремонтники. Пока готовился материал, почти во все дома поселка Ишеевка вернулся свет. Предстоит большая работа по оценке ущерба и устранению посредствий. Это и ремонт кровель, и уборка повальных шквальных ветров деревьев, и восстановление поврежденных опор ЛЭП. Но уже сейчас можно сказать, что благодаря слаженной работе всех служб удалось минимизировать потери. Алла Акимова, Юрий Конихин. Специально для Ульянской правды.